Противник в общей сложности за сутки нанес 97 авиационных ударов, в частности применил всего за двое суток 59 беспилотников. Также было совершено 39 обстрелов в наших позиций и населенных пунктах при фронтовой полосе из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой. Я так понимаю, что чем ближе к нашему контрнаступлению, тем больше нервничает и бесится наш враг. Они не знают, что делать, как остановить, ядерный шантаж не проходит, Европа или Запад смотрит на это сквозь пальцы. И не реагируют так, как хотели бы в Российской Федерации. К переговорам нас принудить не получается. Все эти миротворцы от Папского престола, от других стран, высказывающих пожелание сесть за стол переговоров. Слава Богу, еще и китайский представитель, кстати. Хотя наш министр иностранных дел после поездки китайского представителя по странам Европы сделал запрос, наше министерство иностранных сделало запрос во все европейские столицы, где он побывал, китайский представитель. Ни одна из стран не подтвердила факт того, что Китай предлагал мир в обмен на территории. Но для Китая это больной вопрос, это отдельная тема. У них свои, не только Тайвань. Тайвань просто самый раскрученный сейчас мем в китайских проблемах. Так что остается очень высокой. Тем более на данный момент, когда записывается это видео, поступила информация о том, что в Черном море находятся два носителя ракет «Калибр», общий залп которых может составить 16 ракет. Так что мы в готовности. Далее. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Силы обороны отразили 19 вражеских атак. Интенсивность боевых действий, как видите, немного спала. Но основные усилия, еще раз повторюсь, Луганская и Донецкая область. По оперативным направлениям. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, без признаков формирования наступательных группировок. На полигоны Белоруссии прибывают определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации для проведения мероприятий боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину. Но еще надо отметить, что не только для отправки в Украину. Там начинают прибывать уже части или подразделения, которые будут, ну фактически будут оккупировать Белоруссию. Это вот, я имею ввиду, первые ласточки. В Белоруссию прибыл эшелон с комплексом ПВО С-400 «Триумф». Скорее всего, он будет поставлен на боевое дежурство для охраны вот этого хранилища с ядерными боеприпасами. Далее, на Северском и Слобожанском направлениях. Здесь противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки наносил авиационные удары по Сумской и Харьковской областям. Совершил минометные артиллерийские обстрелы населенных пунктов всех трех областей. Количество прилетов очень большое. Но, тем не менее, наши силы обороны продолжают нанесение превентивных ударов по позициям вот этих огневых средств, которые стреляют по нашей территории. Ну, а об ситуации на сопредельной территории врага мы еще сегодня поговорим. Там есть интересные новости и тенденции, которые высказывают даже официальные должностные лица Российской Федерации. Купинское направление. Здесь за выходные, за эти двое суток, к сожалению, противник имел успех частичный. И в районе Масютовки, к югу от Масютовки, населенного пункта продвинулся вглубь нашей территории до одного километра. Бои в лесах, там лесистая очень местность, много мелких рек. Но бои в лесах очень сложные. Несмотря на то, что мы здесь создали паритет в артиллерии, в принципе, нет ни у кого преимущества, артиллерия паритетная, действует. Ну, к сожалению, у противника здесь большое преимущество в дронах. И за счет этого они быстрее и сильнее реагируют на любое изменение обстановки и перемещение наших войск. Также враг пытается в Серебрянском лесничестве продвинуться вдоль реки, чтобы улучшить свое тактическое положение и усугубить тактическое положение защитников Белогоровки. Это в Луганской области. Но за прошедшие сутки, двое суток, успеха на этом направлении противник не имел. Линия фронта стоит на месте без изменений. На Бахмутском направлении. Здесь, на данном направлении тоже начали появляться вот эти роты Шторм-Зет. Штурмовые. И у них, в принципе, после первых боевых столкновений, у них начинается прозрение. Они задают себе вопрос, что мы тут делаем. Я не знаю, как, ну, видимо, Министерство обороны Российской Федерации не так организовывает. Вот Пригожий, он же сам зэк. Он же сидел, он же как срок мотал, да. Он же сам срок мотал. Он прекрасно знает психологию заключенных. И, соответственно, когда он их вербовал и привозил в Украину для участия в боевых действиях, он, естественно, принимал меры, вспомните все эти рассказы о расстрелах перед строем, о расстрелах за неповиновение, о заградотрядах, которые стояли сзади зэков. И, естественно, их охраняли, чтобы они не разбежались. Ну, в Министерстве обороны Российской Федерации, видимо, не смогли организовать такое. Уже второй случай, когда после первого же боевого столкновения вот эти заключенные из так называемых рот Шторм-Зет, это штурмовые роты, которые, по идее, должны выносить нас с позиций, наши силы обороны, они дезертируют. Причем при этом захватывают транспорт и уезжают. Вот на днях в Лисичанске 39 заключенных дезертируют. Причем с оружием, они же не бросают автоматы. С боекомплектом, с оружием дезертировали. И вот их ищут. Сколько будут искать, найдут ли их. А с учетом того, что граница Российской Федерации не охраняется от слова совсем, а тем более там, где Российская Федерация граничит с оккупированными территориями, я вообще понимаю, что там заходи кто хочет, бери что хочет. По такому принципу. И где эти будут... Кстати, если эти убежали, то другие тоже уже смотрят в сторону ворот. Ну так, образно говоря. Не ровен час, тоже могут побежать. Также это про обстановку на Бахмутском оперативном направлении. Ну, в самом городе боевые столкновения немного стихли. Там, в основном, идут, ну, я бы так сказал, вылазки, особенно с нашей стороны. Была очень хорошая вылазка по многоэтажкам. Работает очень активно, работает наша артиллерия с господствующих высот, особенно с южного направления. Как только замечается более-менее крупная группа рашистов, сразу же наносятся артиллерийские удары. С корректировкой, естественно, с корректировкой огня и довольно точечно и довольно точно. Но на флангах Бахмута, то есть севернее и южнее Бахмута, идут бои. И здесь мы постоянно продвигаемся. На южном фланге бои идут уже в районе Клещиевки. То есть осталось еще немножко, и Бахмут будет в полуокружении, так как он был еще несколько месяцев назад. Но только когда мы находились в полуокружении. Сейчас все дороги, все снабжения войск, все восстановлено. Клещи мы эти, полуокружение мы это практически срезали. И теперь мы углубляемся в оборону российских войск. А убирая из Бахмута самые боеспособные части, они фактически помогают нам в выполнении наших планов по окружению Бахмута. Будет полное окружение или это будет полукольцо, и этого будет достаточно, чтобы перекрестным огнем просто выносить противника из города. Посмотрим, как решит генеральный штаб. Думаю, второй вариант. Перекрестный огонь вполне достаточно и дистанционными методами типа артиллерии наносить противнику максимальное поражение. Вот скорее всего будет такой избран вариант. Посмотрим, как он будет развиваться. Также на этом направлении, на Бахмутском направлении, противник ввел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Наносил авиационные удары, но успеха не имел. Понес довольно значительные потери и остался на исходных позициях. Авдеевское направление. Здесь продолжаются бои возле Водянова. Рашисты снова с юга пытаются атаковать Первомайское. К сожалению, одну позицию они захватили. Но при этом они понесли довольно большие потери в живой силе. Марьинское направление. Это было за предыдущие сутки. За прошедшие сутки на Авдеевском направлении особых изменений не произошло. Сутки прошли более-менее спокойно. На Марьинском направлении здесь продолжаются беспрерывные атаки на Марьинку и ее окрестности. Противник пытается атаковать с разных сторон. Успеха не имеет. 12 атак было за последние сутки. И все атаки были отбиты. Противник нанес авиационный удар по Марьинке. И это все равно не помогло. Наши защитники продолжают стоять на месте. И линия фронта никуда не перемещается. Шахтерское направление. Здесь враг ввел безуспешные наступательные действия в районе Большой Новоселовки. И нанес авиационные удары по Углидару. Также обстреливал линию фронта из артиллерии и прилегающие территории на всю глубину досягаемости своих огневых стресс. Никаких изменений в линии соприкосновения за прошедшие сутки и предыдущие сутки не произошло. Ну и остается у нас Запорожское и Херсонское направление. Тут противник продолжает оборонительные действия. Продолжает наращивать свою оборону. К сожалению наносит авиационные удары. В частности был зафиксирован авиаудар в Береславе Херсонской области. Ну и были обстреляны города и населенные пункты Донецкой области и Запорожской области. А также город Херсон и населенные пункты в Херсонской области. Мы ведем контрбатарейную борьбу и стараемся нарушить, максимально нарушить логистику и обеспечение российских войск. По Черному морю я уже вам сказал, что на данный момент, на момент записи видео, два ракета-носителя с суммарным залпом в 16 калибров находятся в акватории Черного моря. То есть в районе пусков ракет. Но мы наблюдаем. Будут пуски, не будут пока неизвестно. Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 15 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава, военной техники и вооружения противника. А также 6 авиационных ударов по его зенитно-ракетным комплексам. Мы активно применяем ракеты типа ХАРМ. Это противорадиолокационная ракета, которая ей только надо маленькую засветочку, чтобы РЛС моргнула глазом. И ракета на дальности до 150 км выносит эту радиолокационную станцию. Без нее пусковые установки бесполезны. Поэтому мы ведем активную охоту за РЛС и системы ПВО противника. Также нашими защитниками воздушных сил за прошедшие сутки были уничтожены вражеские беспилотники разведывательного типа. Это имеется ввиду на линии фронта то, что противник пытался разведывать наши позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники. Зенитно-ракетный комплекс С-300 и зенитно-ракетный комплекс ТОР. 6 пунктов управления. Станцию управления войсками имеется ввиду. Станцию радиоэлектронной борьбы. Артиллерийское подразделение на огневой позиции. И состав боеприпасов противника. Артиллерийское подразделение на огневой позиции.